Приветствую вас, Лив. Проблем у вас на самом деле всего лишь две, как мне видится. Первая проблема – секс, конечно же. Вторая проблема – это любовь и всё, что с ней связано, с любовью. Понимаете, начать мне бы хотелось, наверное, с последнего, потому что от неё, собственно, идёт всё остальное. Часто бывает так, что любовь причиняет очень много боли. И проявляется в основном в том, что человек не может другого человека отпустить. Ну, просто отпустить. Вот не может отпустить другого человека, и всё. Мне кажется, что в вашей истории есть такой аспект. То есть, есть аспект зависимости, есть аспект нуждаемости в человеке. И есть аспект страха, страха одиночества, страха будущего. Возможно, возможно, есть что-то ещё. О чём я не знаю. То есть, какая-то очень несвободная у вас получается любовь. Какая-то очень она странная, что с одной стороны секс играет для вас важную роль, но с другой стороны, вы перешли в определённый режим, который вас не устраивает. То есть, такое впечатление, что вы мечетесь между сексом и любовью. Нужно выбирать. Либо вы выбираете духовную сторону, любовь, а с сексом как-то, ну, как-то приспосабливаетесь. Для этого есть, в принципе, разные способы. Я думаю, что вряд ли вы будете с этим спорить. Вот. Либо вы выбираете секс и, соответственно, как бы отношения разрываете, несмотря на то, что ваш мужчина, он как бы, ну, пытается манипулировать вами, да, пытается манипулировать есть Вашими чувствами пытается ř аккуратненько Набравить их куда-то в какую-то сторону, которая удобна только ему, вот, и больше ничего. Мужчина от вас зависим, мужчина от вас зависим. И у меня складывается такое ощущение, что у вас обоих нет адекватной модели поведения в простиле, то есть вы не обсуждали эту тему ни друг другом адекватно, ни с психологом, ни с сексологом, вообще ни с кем. Научение диалогу в сексе, научение диалогу в постиле, очень важно. Без раскрытия своих желаний, без раскрытия того, что вы хотите, вряд ли действительно получится построить нормальные отношения. И вновь здесь предваречие между тем, что с одной стороны, вы говорите, что мы с ним ссорились, но каждый раз мирились и научились друг друга понимать, то есть явно преодолевали проблемы. Но с другой стороны, секс вам с ним не нравится, и при том, что секс вам очень нужен. То есть давайте вы сами для себя определите, что конкретно вам нужно, то есть что для вас важнее в данный момент. в данном случае за это придется платить отсутствие секса. Хотите хорошего секса, в данном случае за это придется платить, ну, определенной, определенной самостоятельности, ростом самостоятельности, вашей самостоятельности, хотите вы этого или нет, желаете вы этого или нет, понимаете? в данном случае за это придется. Вот. Поэтому мужчины нужно поставить перед проблемой, то есть сказать, что я тебя люблю, знаю, что ты меня любишь, но секса мне не хватает, что ты готов мне предложить? Ты не хочешь заниматься со мной классическим сексом? Давай рассмотрим варианты неклассического секса. Расскажи, почему ты не хочешь менять. Это важно для меня, пойми, я не удовлетворена. Если не можешь, давай обратимся к специалисту и как бы вместе с ним поговорим. Если мужчина не захочет, можно будет поработать и можно ваши отношения гармонизировать. Если нет, то, соответственно, уже вам решать, готовы вы жертвовать сексом или нет. вот, я думаю, что это то, что вам можно здесь сказать. Вот. То, что можно вам ответить. Значит, ну, соответственно, причины ссор важно бы понять, потому что ссоры, они, как правило, как правило, не всегда, но, как правило, заменяют, собственно, секс. Это такая, знаете, ну, своеобразная форма секса. И единственное, то, что вы придерлись друг к другу, да, потому что вы, как бы, ну, поняли друг друга, потому что вы узнали друг друга, вот, то, что вы научились друг с другом взаимодействовать, вот, ну, не означает совершенно. Того факта, что проблема причины, причины ссор, да, ушли. Кстати, если вы ссорились, да, и не делали при этом никаких выводов, вот, ну, скорее всего, проблемы остались. И, коле уж, коле уж проблемы остались, что вполне может быть, что именно это не дает вам иметь хорошую интимную близость. Вот. Опять же, опять же, я не хочу сейчас быть кем-то вроде прописной истиной для вас, вот, потому что, ну, я не знаю до конца. Нужно с вами работать, вот, чтобы, ну, понять. Нужно с вами работать. А, но, я думаю, я думаю, я думаю, я думаю, что до второй консультации, если у вашего молодого человека есть желание, основные моменты можно выяснить, выяснить, выяснить. Там, инстинктивная жизнь, это серьёзно, без неё, как вы правильно заметили, отношения не получится, вот, так что, смотрите сам. Так, значит, ну, соответственно, тут у вас разные предпочтения в сексе. Это, конечно, важно, критично, но, опять же, мне непонятно, а почему, если... Если вам нравится такая подача интимного поведения, почему вы сразу на этом внимание не застрелили? То есть, сразу не заявили о том, чего вы хотите. Вот. То есть, понимаете как, мужчину вы любите, но секса с ним нет. С другими мужчинами секс есть, но любви нет. Такое ощущение, что вы взаимоисключаете секс и любовь. Если это так, то это отдельная проблема, с которой тоже нужно работать с вами. Идёт она из детства, скорее всего. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что мой ответ был полезен вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.